книга отца протеерея геннадия фаста в бога богатеете проповеди технический редактор байдолина корректор алексеев издательство гранат индекс сто двадцать один четыреста семьдесят один город москва улица рябиновая 44 издательство гранат телефон четыреста девяносто девять триста девяносто один сорок восемь ноль четыре электронная почта ордер собака гранат бокс ру сайты 3w . гранат бокс . ру подписано в печать две собаки . формат восемьдесят четыре сто восемь на тридцать два тираж собака 0 0 0 экземпляров заказ номер такой-то отпечатано в оао мажайский полиграфический комбинат индекс сто сорок три двести город мажайск улица мира девяносто три электронные данные 3w . оао м пк и и 3w . русскими буквами оао м пк . рф телефон четыреста девяносто пять семьсот сорок пять восемьдесят четыре двадцать восемь еще телефон четыреста девяносто шесть тридцать восемь двадцать шестьсот восемьдесят пять протоиерей геннадий фаст в бога богатейте проповеди мажайск гранат 2020 год молитва это слово обращенное к богу доклад лекция трактат это слово о боге проповедь это когда говорит бог он говорит и проповеднику и слушателю проповеди он говорит часто даже не то о чем вроде бы сказано в проповеди он сам говорит сердцу человека то что хочет сказать он потому и названа апостолом павлом проповедь священнодействием благовествование божие послание апостола павла к римлянам 15 глава 16 стих предлагаемая читателю слова относится к проповеди приближающий к нам живого христа помогающий нам в бога богатеть суете мирской в котле страстей злободневности так оскудевает так беднеет порой душа и уже не хочется просто собирать сокровища для себя как это делал тот евангельский богач хочется в бога богатеть евангелие от луки 12 глава 21 стих ищущему этого богатства и адресована книга сибирского проповедника протеерея геннадия фаста текст протеерей геннадий фаст 2020 год предисловие игумен арсений соколов 2020 год оформление издательства гранат 2020 год предисловие протеерей геннадий фаст широко известный в россии и за ее пределами проповедник богослов и пастырь из-под его пера вышло немало книг посвященных толкованию священного писания новая книга тоже во многом носит истолковательный характер но толкование библейских текстов ней особая проповедническая уже почти полвека отец геннадий является служителем слова деяния святых апостолов 6 4 середины 70-х годов прошлого века проповедуют без устали и в силе духа вечное и нетленное слово божие в больших аудиториях и в частных беседах на приходских библейских занятиях на страницах сибирских газет в теле и радиоэфире в университетах и школах на научных конференциях по библеистике и в тюрьмах под воздействием этой проповеди сотни и тысячи людей обратились и продолжают обращаться от тьмы неверия к свету веры от суеверий и предрассудков к истине особое место в пастырском служении протеерея геннадия заняла литургическая проповедь старые прихожане енисейской других сибирских городов помнят те талантливые яркие и убедительные проповеди мало их толика была перенесена на бумагу издана в 1994 году когда в красноярском издательстве енисейский благовест вышла в свет книга свет и тени голгофы представляющая собой сборник проповедей произнесенных на пассиях великопостных богослужениях посвященных страстям христа нынешняя книга 2 после света и тени голгофы сборник литургических проповедей протеерея геннадия все вошедшие в него проповеди были произнесены в абакане где последние 10 лет живет отец геннадий являясь настоятелем града абаканского константина еленинского храма следует отметить одно из стилистических отличий этих проповедей от тех которые звучали несколько десятков лет тому назад ранние проповеди это слова молодого священника которые произносились совсем свойственным юности жаром и бескомпромиссностью в абаканских же проповедях чувствуется больше духовности и некой отрешенности от земного устремленности к миру горнему проповедь устный жанр письменный текст не может передать интонации проповедника звуков его голоса жестов взоров его глаз не способен поместить читателя в то пространство где звучащее слово обращено непосредственно к слушателю записанное слово никак не воспринимает реакции тех кому оно изначально было обращено слушать или слова а ведь для проповедника этот живой контакт с аудиторией чрезвычайно важен будучи записаны проповедь многое теряет как теряет например консерватив консервированная рыба в сравнении со свежей и все-таки христианская церковь самых ранних времен записывала слова своих выдающихся проповедников спасибо древним скорописцам без их трудов до нас не дошли бы те древние гамиль и и беседы сегодня роль скорописца выполняет электроника однако нельзя просто взять и механически перенести на бумагу то что записано на магнитофонной пленки или цифровом плеере такой текст будет труден для восприятия с другой стороны радикальная переработка аудиозаписи в книжный текст может превратить проповедь в богословско-нравственный трактат а это уже другой совсем не гамилитический жанр поэтому автор книги идет средним путем избегая письменной книжности максимально сохраняет то что было сказано что присуще устному жанру проповеди и прежде всего диалогичность проповеди отца геннадия это не просто наставительные речи автор ведет непрестанный живой диалог с прихожанами самим собой с людьми библии и священной истории а самое главное самим богом проповедник это не пророк его труд скромнее смирений пророческого и все же есть что-то роднящее литургическую проповедь с пророческим служением пророк каким мы его встречаем в священном писании это глашатый божьего слова его миссия его миссия состоит в том чтобы ясно и доходчиво передать полученное от всевышнего слова людям в сущности задача проповедника та же самое донести объяснить в духе растолковать своим слушателям слово божие сделать его актуальным для них и отец геннадий превосходно справляется с этим возложено на него богом служением уверен книга протеерей геннадия фаста будет полезна каждому кто стремится познать священное писание а для студентов духовных учебных заведений она вполне может быть рекомендована в качестве учебного пособия как полгомилетики игумен арсений соколов доктор богословия профессор общей церковной аспирантуры и доктор натуры дамаск февраль 2020 года край одежды иисуса и плат вероники дамаск февраль 2020 года и